доброго здоровьица уважаемые посетители моего канала ну посмотрите на светоча народной медицины и т.д. и т.п. я вам расскажу как сегодня я нашел клад смотрите какие у меня прибамбасы какие петровские серебряные вот такой вот я сегодня нашел клад это петровские это какой-то у меня рубль бубль шумбель от 1 рубль до серебряный рубль вот и даже два золотых червонца представляете золотые червонцы чтоб вы видели чувствуете как звенит похоже на серебро нет а это на золото тоже нет то есть это просто-напросто современные как бы сказать модели что ли современные копии и причем не из серебра и не из золота а из металла и как это называется латуни скорее всего и вот послушайте мой рассказ светоча потом подведем итоги я обычно пью кофеек в одной кофе . это маленький стаканчик капучино и маленький стаканчик рафика вот ты мне значит там стою все там давным-давно меня там знают продавцы и прочее прочее заваливаются это два вроде как узбека вроде как на на цыгане похоже вроде как узбеки значит что я так понял это два брата у них вот здесь вот зубы золотые я как-то сразу подумал это наверно какой-то отличительный знак значит лица такие ну упитанные один там начал мясо там есть другой там что-то там кофе заказать заказали пить как-то они вошли и я своим полем а им где-то не более наверно лет двадцати допустим восемнадцать и двадцать примерно так ну скорее всего суде кустана наверно это люди какие-то вот вошли и как бы сказать вот за ними знаете какой-то холодок втянулся не холодок вот что-то такое что я почувствовал короче это бывает каждый человек может почувствовать то есть почувствовал что-то такое вошло как-то расселись бесцеремонно без знаете без без особых там этих уважений там кому-либо и то все как-то слово за слово что-то там начали говорить это я возьми да скажи а что что я был в узбекистане в ташкенте о в ташкенте и суть пошла разговора такая предлагает мне смотрите у нас мол какие вот монеты есть значит вот такая вот монета значит вот такая вот монета и вот такая монета рубль и мы мол мы мол мы мол строители сегодня собираемся уезжать домой и заливали фундамент в одном там старом доме кстати показывают на фото за фотографию этого дома ну как а казацкий такой дом и говорит и там вот нашли горшочек с кладом нашли горшочек с кладом вот не знаем что делать попытались что то там это на базаре на базаре показали кому-то якобы якобы вот эти червонцы золотые те сказали дай-ка посмотреть схватили их и короче это самое и убежали вот вот такие вот 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 а мы мол поедем и через границу мы их не перевезем потом их у нас отберут вот мы бы готовы были продать весь этот клад кому-либо кому-либо с большой уступкой и начали показывать на фотографиях значит сколько такие монеты там стоит что монета там такая-то стоимость 40 тысяч какая-то вроде даже 400 тысяч стоила вот знаете у меня не то чтобы вот какая-то жадность или еще вот подтолкнула а вот говорят вот эти вот две монетки мы готовы там продать там вот за 1000 рублей одно и другое то есть это вот 2000 ну я такой как бы сказать небольшой любитель вот этой вот старины ну думаю ну если как-то им надо вот как бы сказать выручай ну вот это вот я приобрету ну и потихонечку там что-то разговор пошел вот мы боимся что тут бандиты то-то то-се что тут кто-то заберет что еще а мы вам якобы открылись вот вы бы не могли бы это все там взять мы уступим это там нам вот за два билета два билета значит это каждый по 20 тысяч примерно 40 тысяч весь этот горшочек вот смотрите показывает эту сумочку такой вот знаете как-то чувствую это если это даже они нашли настоящий то это вообще как-то такой головняк действительно там ну головняк вы поняли что там с ним делать что там это откуда все взялось там и там вот я даже не думал что там найти наживаться какая-то там корость и что-то там делать просто вы бы я поймаю это там головняк совсем этим что чё как власти кто узнает хоп придет и так далее не я говорю я особо не 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 это ну вот вот так вот мы туда то вы отдать даже меньше за 35 даже за 30 в конце концов даже за 25 мы готовы отдать ну вы знаете вот у вас есть проблемы и это проблемы случаю приходит ко мне ну и уж в любом случае знаете я уже думал ну хрен с ним так вроде к так так ребята просят ну просят вот нам доехать вот нам то вот нам все думаю до хрен с ним дам эти там деньги но все-таки если уж давать деньги вот не за то что там за этого нет я просто как бы сказать так стать чтобы помочь тем более не говорят и клянемся аллахом и прочими прочими и на колени станем что-то там такое знаете там целый спектакль был обработка меня шла на полчаса если не минут сорок ну надо их как-то посмотреть показать да мы бог сами отдавали смотрели то есть все это мол золото то мол там серебро вот наверное в конце концов ну ладно я думаю у меня есть знакомые я сейчас к нему там смотаюсь покажу но если да хрен с ним там возьму эту эту ерунду на себя будем говорить этот геморрой так сказать вот они нет мол этот самом вот вы вытащу едете сейчас кому-то сообщите сейчас придут бандиты и лилей и придет еще кто-то у нас отберет мы их выбросим ли еще не знаем ну короче разыграли спектакль молодцы но тем не менее значит не хочу я встревать вот то что так как-то знаете вот поначалу ну вот эти две монетки как-то мне просто приглянулись думаю по крайней мере выглядят по-настоящему ну ну вот вот там у вас вот сколько там денег есть но у меня еще две тысячи ну вот вот мы вам еще за две тысячи еще тут вот готовы дать ну выручите нас то есть вот 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 эти вот две и вот эти вот две то есть якобы два золотых червонца и вот эти вот монеты петровские народа ладно чтобы просто вас выручить вот это и сейчас я значит смотаюсь узнаю если да я значит приеду с ним а если нет значит поехал я к своему знакомому он как раз работает ювелиром приезжая саша привет привет как петрович да так в теннис-то теннис пока что нет и говорю ему вот у меня есть монеты там ты посмотришь он мне сразу задает вопрос где купил я говорю на улице ну тогда это это просто-напросто знаете как бы сувенир на я так сказать вот сувенир на такая подделка не более того вот и естественно взял там напильник они знают это вот смотри по серебру видишь как она на пенечком идет так тянется а тут просто по железе кирчук чирк 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 и более того говорится тут года два назад мол стояли этими монетами там торговали потом конце концов видят что настороженно к ним относятся они значит уговорили русского чтобы чтобы через него все это для нашло но и в конце концов все это дело заглохло вот так что это не то и вот я если бы действительно вот как-то им надо было тем более не мы тебя не знаем как мы тебе можем доверять но я вас откуда знаю как я могу доверять то есть и вот просто помочь купить билеты я был готов вот если вот так без всяких там вот этих вот монет или еще там что-то там такое ну оказалось вот знаете я часто вспоминаю своего отца его пословицу он говорит просят и плачут плачут и просят а ты говорит плачешь и не даешь и еще у нее такая интересная пословица была зла не хватает зла не хватает и вот сейчас я очень хорошо несколько конечно раньше понял что значит зла не хватать на вот перед тобой разыграет целый спектакль для того чтобы всунуть вот эти вот подделки что-то там на них заработать пользуясь твоей жадностью пользуясь твоей будем говорить вот вот какой-то детской наивностью что ли еще что-нибудь ну как так когда тут червонцы эти золотые они стоят будь здоровы там показывали там а их тут норовят тут продать грубо говоря на рубли там застой так далее лишь бы там взяли в конце концов она там сбрасывается но разыгрывают но разыграют клянуться и родителями и Аллахом и Бог наш свел и значит вот это вот знаете вот как бы сказать ну я все это конечно слушал ну вот что-то что мы они говорят мы мол строители мы мол приехали тут работать а нас тут вот кинули вот и домой как тогда не уедем а там как раз с кафе точкой узбекская кухня открылась и я так опять таки с хозяином познакомился так хорошие отношения так завязались его жену это брал неоднократно это выпечку и вот чувствую что это все оттуда но не хочу я там узнавать лично мне просто напросто вот эти вот две штучки ну как-то как-то вот приглянулись тогда не знаю вот знаете бывают такие моменты как вещь какая-то приглянулась да и еще если как-то там ее более-менее там отдают и ты вроде как выручаешь человека этим самым то есть ты не заламываешь какую-то там цену я там возьму грубо говоря за пять копеек а вот якобы он в нужде готов отдать тебе и так далее ну как бы сказать почему бы не выручить вот такие вот какие-то мысли были знаете и вот это все значит вылилось в то что вот я отдал 4 тысячи за этот клад значит приехал после Александра их уже след простыл смылись эти ребята ну я и не собирался что-то там с них требовать я бы просто сказал вы знаете это это не настоящее это просто напросто подделки как бы сказать как называют их реплики или еще то есть какая-то копия ну просто так знаете вот показать приятно или еще там что-нибудь ну вот после вот всей этой истории знаете вот я как-то на все это дело взглянул несколько иначе и даже некоторое отторжение вроде как знаете вот одно дело когда ты приобретаешь вещи вот она как-то вот так вот тебе досталось знаете интересно но опять так это психология наша да что уже как бы ценно и относительно за небольшие деньги это одно а когда знаете это действительно ерунда какая-то ты дал деньги это уже не так радует как бы хотелось вот и в заключении хочется знаете вот сказать что действительно люди для того чтобы что-то кому-то там втереть разыгрывают целые там спектакли какие-то делают целые действия я например смотрел какой-то канал и там рассказывали об аферистах что в Америке там значит так выплачивается там больницы выплачивается страховка за ну за те или иные проведенные там допустим лечение и страховка довольно таки значительная и вот один проверяющий как-то заметил что что-то тут не ладится и оказывается в конце концов казалось не буду ваше время занимать что армяне в США надыбали вот это вот что можно получать страховку так они на документах создали целую клинику клинику со всем штатом чтоб все это было знаете вот по документам что она есть по документам мертвые души пациентов опять-таки они набрали базу все это дело делали так на самом деле ни клиники не было ни пациентов ни врачей они получали вот так вот страховку пока значит все это дело не раскрылось и я так как канал мой вот обо мне любимом я с вами делюсь что со мной вот происходит интересного конечно события интересные и вот я решил всем этим с вами поделиться у меня конечно еще есть байки то есть нет-нет ну вот такие вот вещи случаются причем это происходит с каждым человеком грубо говоря раз в 30 лет что-то такое да будет ну вот как говорится посмеемся над тем как я нашел вот этот вот клад и хорошо что я не весь этот горшочек приобрел металл металлолома ну на этом заканчиваю вот такая моя история просто это меня как-то позабавило и несколько повеселило с размышлениями да да